Ежегодно население планеты производит более полутора триллионов тонн мусора. Эта гора размером с Эльбрус. Естественно, его приходится куда-то девать. До 20 века традиционным способом борьбы с отходами являлось захоронение. И если раньше метод сглаздовой действовал эффективно, то сегодня, когда население планеты всего за 200 лет выросло с 1 миллиарда до 7, отходы окружают нас повсюду, и не замечать их уже не получается. Как следствие, загрязнение планеты растет в геометрической прогрессии. Почва и вода перегружены, особенно в развитых странах, где наряду с ростом уровня жизни растет и потребление, а за ним и производство мусора. На первом месте первая экономика мира. США производят миллиарды тонн мусора в год. За ними идут Китай и Россия, не отстает Европа и Азия. Полигоны покрывают всю планету. Тут и там появляются все новые хранилища, бункеры и саркофаги. Наша земля сегодня является кладбищем отходов органических, которые, по сути своей, мы до сих пор не научились утилизировать. При том, что сегодня в мире нехватка энергетики и большой объем отходов, никто не обращал целенаправленного внимания на переработку этих отходов и перевод этого мусора в сырье, которое может принести благо всему человечеству. В мусоре действительно скрыт огромный потенциал. Из него можно получать энергию. Сегодня в 35 странах мира действует более 300 мусоросжигающих заводов, производящих тепло из твердых отходов. Однако неисчерпаемым источником энергии также являются и отходы органические. Отходы животноводства и птицеводства, пивной и спиртовой промышленности, осадки канализационных стоков и пищевые отходы – все это можно превращать в биогаз. Его научились получать еще до нашей эры в Индии и Персии. Первые научные исследования биогаза и его свойств провели в 18 веке. Уже в конце 19 в английском городе Экзетер уличные фонари заправлялись газом, получаемым в результате брожения сточных вод. В Бомбее газ собирался в коллекторы и использовался как топливо. В Китае первые биогазовые установки появились еще в 40-х годах, а во время Первой мировой войны нехватка традиционных ресурсов подтолкнула к развитию биогазовых установок в Европе. Сегодня биогаз добывают в США и Китае, Индии и Непале, на Филиппинах, в Азии и Латинской Америке. Однако наибольший технологический прорыв в данной отрасли совершила Германия. Считается, что именно немецкие установки являются самыми эффективными. В их внедрение по всему миру вкладываются десятки миллионов долларов, которые выделяют крупнейшие экологические фонды планеты под эгидой борьбы с загрязнением окружающей среды. Все же средства эти используются неэффективно. Германские установки стоят миллионы долларов. Срок их окупаемости до 10 лет и выше. Они немобильны и требуют больших капиталовложений уже на этапе строительства. Кроме того, для утилизации одного вида отходов им требуются дополнительные компоненты, которые нужно приобретать. Несмотря на это, до сих пор ни одна компания в мире не могла изобрести способ, решающий все эти проблемы. Но сегодня решение найдено. Наша компания целенаправленно в течение пяти лет последних занималась системно изучением вопроса утилизации и переработки органических отходов. И на сегодняшний день наша компания сумела достичь уникальной возможности с мобильной установкой, с малыми затратами, с технологичным оборудованием. Мы научились утилизировать практически все органические отходы, что по сути своей является прорывом. Компания «Эволюция биогазовых систем», сокращенно ЭВА-БИАС, действительно изобрела революционный метод переработки органических отходов. Целенаправленно и кропотливо занимаясь лабораторными исследованиями, в ЭВА-БИАС разработали компактный, главное, мобильный биогазовый реактор. Наши установки сегодня занимают место 40-футового, 20-футового контейнера. Ну, они могут добавляться модульно, но, тем не менее, это транспортная, удобная, перевозимая габарит, то есть, пожалуйста, на машине, на платформе, пароходом, то есть, в любую точку земного шара. Данный реактор не только мобилен, но и способен вырабатывать в 6 раз больше энергии, чем европейские аналоги. Ведь все, от процесса расщепления сырья до разработки уникальных биофильтров, ученые ЭВА-БИАС разрабатывали не в точке зрения совершенствования инженерных узлов, а поставив себя на место главного участника процесса – бактерий. Никто не хочет думать, а как же бактерия живет, как она есть. А когда ты понимаешь, что, например, вот она бактерия, вот она такая маленькая, вот такой большой кусок не съест, ты начинаешь думать, как его разбить. Ты уже понимаешь. Потом она должна как-то перемещаться, должна на чем-то посидеть. Вот когда ты идешь изнутри, ты начинаешь структурно понимать, как бы я себя вел. В итоге ученым удалось достичь максимального эффекта. На сегодняшний день их установка не имеет аналогов в мире по рентабельности. Ведь помимо вырабатываемой энергии, в процессе ее эксплуатации практически не остается отходов. Так как в комплексе с установкой ЭВА-БИАС предлагает целый ряд сопутствующих элементов – от заправок до теплиц. Даже газ сегодня приводим не просто, так сказать, газ как таковой, но предлагаем уже варианты, но варианты с конечной техникой. Мы сегодня у нас предлагаем и технику для биоэтанола, и технику для заправки, и технику, так сказать, сжигания, и технику генерации электроэнергии. То есть это все мы полностью предоставляем клиенту. Сегодня у компании уже имеется ряд заказов. Один из проектов реализуется в Ленинградской области на животноводческом комплексе «Сосницы». Монтаж такой установки занимает всего две недели. Ставится она на ровную площадку или в помещение. Перерабатывать может от 100 до 250 тонн органики в сутки. На этой ферме в сутки производят 160 тонн отходов. Потенциал энергии этого объема не менее 600 кВт в час. Хозяйство же потребляет в среднем 250 кВт. Поэтому избытком газа будут заправлять технику комплекса, а остальной объем будет переработан в биометанол. На жидком же остатке вырастет корма, которые в свою очередь произведут очистку воды. Так что установка практически безотходна. И это еще не главное преимущество изобретения компании «Эвобиос». Наши предложения уникальны еще тем, что любое предприятие, которое может быть заинтересовано нашим оборудованием, не несет никакой на себе ни юридической, ни финансовой нагрузки. Наша компания готова организовать установку нашего оборудования на территории заказчика за собственный счет нашей компании. То есть заказчикам не придется платить за биореактор, а следовательно не нужно искать инвестиции. Это значит, что все нуждающиеся хозяйства и предприятия можно перевести на биоэнергию всего за несколько лет. Если учесть, что в России ежегодный объем органических отходов составляет около 800 миллионов тонн, то газа из них можно получать 130 миллиардов кубометров. В переводе же на мировой масштаб потенциал биогаза выше, чем существующие объемы атомной энергетики. С его помощью можно производить 25% всей энергии мира.